В Москве состоялась 22-я церемония вручения общественной награды Международной премии Святого Всехвального Апостола Андрея Первозванного «Вера и верность». Из Государственного Кремлевского дворца с подробностями наш корреспондент Эльвира Гордеева. Еще задолго до официального открытия церемонии вручения премии в фойе Кремлевского дворца стали собираться почетные гости, высшие должностные лица государства, политические и религиозные деятели, дипломаты, представители общественности, лауреаты премии прежних лет. Здесь же прошел краткий брифинг для представителей столичных СМИ. Вся история деятельности фонда Андрея Первозванного, вся история премии, которая сегодня также будет вручаться, как и 22 года тому назад, она символизирует сохранение традиций, единства нашего общества и веру, и верность, что начертано на регалиях. Ни государственная, ни партийная, ни церковная, ни политическая. Тем не менее, премия фонда Андрея Первозванного является одной из самых высоких общественных наград. Она присуждается за выдающийся вклад лауреатов в дело укрепления российской государственности, межславянского единства и согласия, союза государств, дружественных России, возрождение духовности. Международная премия «Вера и верность», учрежденная 22 года назад фондом Андрея Первозванного, традиционно вручается 13 декабря в день Святого Всехвального Апостола Андрея Первозванного в Государственном Кремлевском дворце. В этом году премии удостоены 7 номинантов. Приветствие Святейшего Патриарха Московского в СРФС Кирилла в адрес организаторов и участников церемонии огласил председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Надеемся, что пример лауреатов премии, пример твердой веры в неизменные божественные законы и верности к культурным традициям будет и в дальнейшем способствовать укреплению духовно-нравственных ценностей в обществе и вдохновлять наших современников на самое отверженное служение ближним Италии. Первым из номинантов для получения награды на сцену поднялся и иерарх Элладской Православной Церкви митрополит Патрский Хризастон. Греческий город Патры знаменит тем, что именно здесь окончил свой земной путь апостол Андрей Первозванный. Особую радость и благословение всем обыщего Бога, что нахожусь вновь на этой священной земле и, безусловно, очень счастлив получить эту священную награду. Вторым номинантом премии стал академик Российской Академии Наук, журналист, ученый, исследователь, бывший министр иностранных дел, а позже премьер-министр страны Евгений Примаков. Правда, по состоянию здоровья он лично не смог присутствовать на вручении. Затем награды фонда, ювелирный знак, святой всехвальный апостол Андрей Первозванный на муаровой ленте, диплом и рукописная икона апостола были вручены председателю комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей Елене Мизулиной. Для меня большая честь быть награжденной этой общественной наградой, поскольку это самая высокая и самая признанная общественная награда в России. В нынешнем году лауреатами также стали исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», врач Елизавета Глинка, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, начальник специального оперативного подразделения МВД Алексей Новгородов и профессор Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева Виктор Стрелец.